В Надеждинском районе осудили браконьера. Мужчина подстрелил амурского тигра. Тушу хищника нарушитель хранил в рефрижераторном контейнере вместе с останками изюбря, дикого кабана и оленя. Ущерб государству от незаконной охоты составил полтора миллиона рублей. А вышли на след преступника сотрудники спецподразделения по защите краснокнижных животных. Основное направление деятельности подразделения – это защита благополучия животных, занесённую в Красную книгу, и проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий высокой степени сложности. Эти мероприятия направлены на пресечение деятельности организованных групп, осуществляющих незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, в том числе амурского тигра и дальневосточного леопарда. Работы специалистам хватает. Браконьеры дают о себе знать круглый год. Их ловят во время охоты на территории заповедников, а также в момент реализации добычи. Так в феврале задержали мужчин при попытке продать шкуру амурского тигра. В роли покупателей выступили полицейские. Подозреваемые хранили шкуру без стеснения прямо в гаражном боксе в Дальнереченске. За трофеи они планировали выручить 4 миллиона рублей. Во время обыска у одного из задержанных изъяли ружьё, из которого предположительно убили животное. На чёрном рынке ценят не только останки редчайшего хищника амурского тигра. Также бойцы спецподразделения за 4 года своей работы находили у браконьеров шкуры леопардов, лапы и кости медведей. За время существования подразделения его сотрудники обеспечили оперативное сопровождение более 50 уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной охоты, хранения, перевозки, реализации дериватов, редких и исчезающих видов фауны. Один из самых беспрецедентных случаев браконьерства полицейские зафиксировали в находке у местного жителя. В квартире нашли останки шести амурских тигров, четырёх белоплечих орланов, по одной особи чёрного грифа и зюбра и амурского лесного кота, также останки семи пятнистых оленей, 24 особи гималайского медведя и 12 особей бурого медведя. Этот ущерб государству оценили на сумму более 9 миллионов рублей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и крупного денежного штрафа. Анна Бережная, Алина Черненко, Новости на Восьмом.